может не так хорошо здесь все видно я очень много чего проделал если старые ролики на при посмотрите вы увидите что здесь было все завалено здесь нельзя было вообще пройти вчера брательник привез шкаф я его вечером собрал потому что он место занимает вот эти листы я бы в баню отнес но там их некуда пихать отсюда я все переместил сюда когда сделал здесь стенку здесь стенку я заштукатурил вот от того края полностью до этого края полностью заштукатурил эта стенка полностью собрана из гипсокартона и заштукатурена то есть я привез и раствор и гипсокартон сделал здесь импровизированные полочки немножко света здесь сделал который наверно мешает да нашел тут свои вещички я привожу это я к чему и вот для того чтобы здесь вот сейчас было мне вот реально здесь жарко и сейчас сушка еще происходит осиком до по периметру ушло 4 баллона пена которую мне пришлось докупать 5 баллон можно сказать ушел это окна пропенивать вот здесь ушло 43 полноценно баллона пены для того чтобы застыть стыки просто заделать вот здесь вот переходы пола с домом пола со стенами запенить снаружи все дырки чтобы здесь было нормально но прежде чем вот это вот делать мне пришлось делать непосредственно крышу до конца потому что когда прошел маленький дождик я увидел что вот с этой стороны капала а если капает и ты это все закроешь она сгниет поэтому все здесь сделано по технологии вот такие вот расстояние между домом и углом и получилось что получилось да вот от лист я еще не прижал просто не меня уже сил нету проделано здесь очень много работы здесь помещение было полностью очищено потом полностью она заставлялась непосредственно мебелью которая частично я из чего-то изготавливал например как из мойки старой я изготовил шкаф который запихал кучей вещей которые не влазили ни в один другой шкаф а там вот такое расстояние то есть я туда тюки напихал ту же самую плитку вот которая здесь привезли тоже не к селу не города тоже я ее натрамбовал всем отмыл 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 место вот здесь вот потому что здесь это все в воде стояла отмыл это место отмыл плитку все составил и после этого по чуть-чуть каждый вот этот промежуток я восстанавливал и делал то есть я приехал не просто траву косить вот эта блин работа которая она должна быть вот это вот место я расчистил здесь было все завалено здесь вот так вещами было завалено вот так почти до самого верха просто кучей навалено все это расчистил очистил пол пол запенил потому что здесь на улицу сразу дырки то есть это дом который висит в воздухе на блоках или на чурках стоит после этого я просто это все прокрасил для того чтобы пена когда мы моем или еще что-то не вырывалась и так далее и плюс надежно будет долгие года это все дело висеть то есть таким образом я просто пять дней убил на то чтобы вот это вот место утеплить не знаю видно или нет но вот например вот эти стены вот эти вот стены это тоже уличная было вот она сразу дочечка идет эта дочечка была здесь и дырки были сквозные отсюда дуло потому что ветер вот оттуда тоже будь здоров бывает и я гипсокартоном все это дело зашил предварительно запенив и зашил потом еще дополнительно гипсокартоном и заштукатурил его вот это вот вещь я заштукатурил частично только саморезики потому что здесь очень тяжело мне штукатурить и таким чудесным образом когда я закрываю теперь дверь пропенив косяки все дыры насквозь вот это вот вес вещь пропенив теперь здесь можно хоть нормально дышать и сейчас здесь происходит сушка помещения потому что влажность у реки очень большая дерево долго в сырости не простоит дом нужно просушивать топить печку до летом но топить печку что дом просушивался да вот немножко сделал здесь на кухне и свет сделал поставил две столешницы вот это вот конный гарнитур бы уж на которые привезли и там же свалили и он до потолка тоже был там где-то подломана где-то переломана где-то это и это я все сделал собрал столешницы это тоже кухонный гарнитур часе старый какой-то здесь который стоял вот этот стол я уже не стал ничего с ним делать потому что он здесь нафиг не нужен сделал раму вторую все пропенил первую раму восстановил потому что она была дрявая сделал свет кнопочку здесь поставил три розетки теперь здесь можно чайник кипятить прикиньте да вот кипятить чайник чтоб не заваливать место у стола и таким чудесным образом полноценная кухонь к получается да а вроде бы дача и здесь уже как бы тоже все просохло и чувствуется что как бы ну жилое помещение нужно подкрасить пол пол я под получается подкрутил подкрутил саморезами вот эти вот арголит вот там здесь я не стал трогать то что надо с люком очень много возни короче надо как-то это все вырезать новый арголит сюда вставлять хотел вообще обои поклеить но это уже как не в другой раз потому что очень тяжелая работа и та которая я уже проделал здесь понимаете я просто сюда приехал отдохнуть но я не думал что настолько мне придется все подделывать все подделывать надо каждый год хотя бы по чуть-чуть если это не будешь каждый год подделывать по чуть-чуть потом будет хуже и хуже ты сможешь уже не сделать или не подвелаете потом и не говорит что что будет дома он 100 лет простаял еще просто без рук любое строение простоять просто не может это я вам говорю однозначно у меня самого частный дом и много лет я за ним ухожу если кто-то говорит что у меня есть жилье ха-ха-ха хихихи блины и тебе там все просто и это чё-то на все готовенько приехал и этот дом два раза дел и каждый год я делаю какие-то капитальные работы которые просто колоссальные я просто миссию бетон тоннами и это я просто подделываю что-то я где-то брус вытаскиваю на бетонном основании и вваливаю туда бетонный делаю щит и валиваю туда бетон и меня в итоге в конце концов наверно получится не брусовой дом до или щитовой или под пола обычно из глины выкопан а все из бетона потому что приходится это все поделать и здесь тоже самое там дыры на улицу в этом помещении были дыры на улицу все я запенивал все окна в том помещении тоже я запенил потому что я не могу сквозняков я сразу заболевая для того чтобы здесь мне находиться комфортно и комфортно могла находиться моя семья или мои родственники или мои родные я это все дело естественно слежу за этим и исправляю по мере возможности не просто приезжая сюда травку косить это ландшафтные работы это должно быть наслаждение но когда ты приезжаешь сюда и у тебя бурьян вот такой и те на каждый бурьян приходится руки качать то есть у меня уже просто некуда им гнуться то есть у меня руки не сгинаются в рубашки я поэтому давно не ношу потому что рвутся рубашки когда на дачу приезжаю ну то есть у меня особенности организма я быстро накачиваюсь просверлил вот дырочки кое-как нашел как здесь сделано и понял что здесь надо разбирать вообще все стены по-хорошему все обрабатывать прокладывать утеплитель и заново их собирать потому что этот щитовой без утеплителя но это как наверно мой дом тоже бабушка чем могла чем забила я надеюсь там вообще ничего нет лучше чтобы вообще ничего не было чем что-то там будет но каркас основной какой то есть какие-то бруски там все равно идут потому что я нашел куда можно повесить было кухню это весьма классно вот печечка в доме тоже свет я сделал здесь другой потому что лампочка она мне очень портила глаза тоже за штукатурил печку с этой стороны с этой с этой с этой а с этой и стой не стал ну вот здесь вот вы ломаны и сломаны под штукатурил снизу под штукатурил потому что печка это как бы не просто сердце в доме без нее холодно а печка сделано весьма грамотно то есть реально получается вот я ее прогрел немножко лопнул но это ерунда это просто тонкий слой здесь по идее надо было армировать но я же не знал я аж просто учусь вот это вот печечку тоже если за ней не ухаживать она просто сложится если ее не подмазывать и как бы хрен на нее забить то есть тут можно сказать дальше будет только хуже дом начнет преть гнить и так далее потому что дыры эти тоже надо будет за как-то заделывать конечно до современный век можно это но блин я считаю что вот эта классная вещь она здесь мало места занимает эффективность и очень высокая хватаете и вечером растопить им до следующего вечера она будет но если хорошо и растопить кирпичи прогреть до следующего вечера она будет прям горячим это весьма классно тоже за этим нужно ухаживать за вообще вот этим домом для того чтобы он стоял долгие годы нужно ухаживать не нужно мне вот рассказывать про то что вот приехали и так далее тут нужно и пыль убирать и избавляться от всяких неприятных гостей типа ос муравьев и так далее все это нужно каждый раз подделать каждый год подделать если я говорю это не под не канает так что вы просто сюда не ездите 10 лет приехали все здесь как будто 10 лет назад тут и может за 10 лет такое произойти тут надо приезжать либо каждый год что-то подделывать и надо находить на это время либо не заниматься этим вообще и избавиться потому что у вас не хочется тратить время ваш лично а вот мне вот хочется я приезжаю сюда например отдохнуть я всем говорю что я приезжаю сюда отдохнуть но что-то мне как-то не отдыхается потому что там надо гвоздь забить там надо дверь сделать а кстати да все двери я сделал то есть все двери тир здесь закрывается нормально не надо их там молотком забивать или утром выбивать еще если смазать то они еще скрипеть перестанут представьте это все нужно подделать то что дом он гуляет он находится возле реки если за ним не ухаживать он сгнивает напрочь да это не кирпичный да это деревянный да он уже старый но он стоит и с ним все хорошо все что у него есть косяки вот я у него устранил то же самое можно было сделать с бани легко ее под домкратить поднять еще можно было это сделать пять лет назад и перед пожаром я собирался это сделать но потом я узнал что оказывается баня это ну как бы не моя зона ответственности я как бы опустил руки думаю ладно сделает наверное и никто ничего не сделал и баня за четыре года сгнила и не знает откровение не откровение но блин рассказывать про то что еще будет я в этом году не смог в том году не смогу позапрошлому году приехал что-то покосил блин да мы сюда приезжаем иногда на шашлычки и рассказывать про то что ну а чё тут такого то тут уже пол дома развалилась вот эта вся пристройка которая приделана она развалилась она начала гнить преть дерево преть когда начинает следующая это когда в труху превращается у нас потом всякие мокрицы там вот этой муравьи и осы оккупировать там вообще все рассыпается уже проще снести но когда ты подделаешь и говоришь ну ничего же не будет но ты же приехал по делу да и все стоит но она же стоит у всех такое же отношение к этому да если пьяни поделал она бы уже развалилась и дом этот бы развалился если пьяни поделал там на крыше тоже очень много мест куда закидывала воду там подкрасил там подпенил там убрал чтоб она лежала как бы в другом месте и в углу сырость не создавала там подмазал там дырку нашел запенил ее потому что длилось прям вот на эту балку из-за чего вот эта дверь перестала закрываться и дом немножко подкосила но все просохло все так и осталось все твердо жестко дырочки нету ну она так и должно быть просто когда ты знаешь что делаешь и знаешь чем это может обернуться это на проще сделать изначально чуть-чуть подделать чем просто хрен забивать и надеяться что она сама решится да не будет самого решаться она тут хоть как что-то надо делать знаете сама просто обидно просто обидно я просто не знаю блин а стоит ли вообще мне этим заниматься может просто пусть она сгниет потом я приеду на пустырь мы просто делим территорию я просто себе новый особняк какой-нибудь от гроху двухэтажной шесть на шесть шесть вверх блин и вот так 6 6 6 6 и 6 6 6 ну короче вы поняли и просто сразу и баню нормально строю и все и вообще голову не грею и территорию облагораживаю я уже так а то там посадил там посадил там сделал то сделала потом ты вообще не при делах но охрененно вообще я хожу тут получается расчищая все блин это я не при делах и она сгнила но хреновая ну как вот вообще так можно вот относиться так вещам это же блин тут и бабушка когда жила жива была блин я приезжал все дел бабушка да тут очень много чего делаю ну блин она нанимала постоянно людей каждый год людей нанимала и самам тут много чего дела а теперь я остался один что ли получается этом приятно было сюда приезжаешь травы нет там подделал то подделал все мужские руки прилегли да ты там день-два можешь отдохнуть но тут-то я уже приезжаю сколько бы я не приезжал я все в делах тут работа непочатый край и куча инструмента над собой вести потому что ну естественно тоже не будешь пилой дружбы тут что-то делать и вот это вот самое печальное обидно ну просто это чисто мое мнение я просто реально устал вот если меня не будет вот это все рухнет все нафтик сразу здесь кроме как с палаткой вы больше не сможете ничего приехать не сделать и самое обидно что я приезжаю тут где-то что-то поставил инструмент свой да где-то оставил он такая лежит там никто ничего не делать просто завозится хлам и все а это не камильфо зачем хлам вести если вы хлам этот собрать не можете или пользоваться им зачем его вести сюда проще приехать не знаю полы помыть там коврики постелить там кровати скрутить все раскручено полочки сделать или еще что-нибудь прибраться там вообще класс